Новый день Новый день Новый день Видит этот свадебный обряд Над долиной стелется туман Дым печной окутал дым цветения А вокруг уставший караван В белоснежном дремлет облачение Белый дым Алча палит в снегу Светлый дождь стихает уставая В Душанбе На левом берегу Я в цвету звенящий Утопаю Навруз с таджикского языка переводится как Новый день И его принято называть праздником равноденствия По солнечному календарю этот день наступает 21 марта И с этого дня начинается Новый год Кстати, для жителей Ирана и Афганистана, живущих по солнечному календарю, наступил Новый 1393 год Об истории празднования Навруза написано многое В частности, историки, опираясь на древние источники, такие как эпос Шахнаме Фердауси А также изображения, найденные со времен царя Джамшеда Говорят о том, что Навруз стали праздновать очень давно, еще до нашей эры Логически можно констатировать тот факт, что Навруз появился 10 тысяч лет назад и того раньше Для людей период холодов и зимы считался самым тяжелым временем года И когда после жутких морозов наступал теплый сезон, возрождалась природа И из-под снега появлялись первые цветы, а деревья начали зеленеть Эти краски оставляли глубокий след в сознании людей из первобытного общества Именно этот период радости и ожидания тепла и урожая люди начали праздновать В Таджикистане, впрочем, как и в других регионах Центральной Азии У Навруза сложилась своя, немного драматическая история Отмечавшийся на протяжении долгих тысячелетий праздник наступления весны В годы СССР был забыт, вернее запрещен Говорят некоторые советские чиновники, не ведавшие об истории праздника Придали ему религиозный окрас и наложили запрет на его празднование И лишь в конце 60-х годов при активной позиции представителей интеллигенции Сумевших противостоять натиску партийной верхушки Постепенно так называемый праздник труда Из положения сугубо сельского стал подниматься в статус всенародного Уже в 1980-х годах в Таджикистане стали открыто и более широко отмечать Навруз Соблюдая все древние традиции и ритуалы праздника С приобретением независимости Навруз в Таджикистане приобрел статус главного государственного праздника Выходные дни тянутся почти неделю Это период массовых гуляний, концертов, праздничных столов В 2010 году ООН провозгласила Навруз международным праздником Согласно традиции, лидеры Таджикистана и соседних персоязычных стран Афганистана и Ирана Каждый год встречаются друг у друга, чтобы отметить Международный день Навруза В этом году президентов Эмумали Рахмона и Хасана Рухани принимал Кабул и лидер Афганистана Хамид Карзай Дастархан, накрытый в честь празднования Навруза, имеет свои особенности Он накрывается соблюдением традиции под названием «хафтсин» и «хафтшин» На столе должны быть выставлены явства и предметы, начинающиеся на буквы «С» и «Ш» Суманак – сладкое блюдо из проросшей пшеницы, считается королевой праздничного стола Ее сперва замачивают, а когда она прорастает, пропускают через мясорубку И выжатый сок, перемешивая с мукой, долго варят на огне Получается сладкое блюдо, которое полно полезных витаминов, очень нужных организму человека, особенно после долгой зимы Кроме того, на праздничный стол кладут яблоки Этот фрукт является символом здоровья и красоты Выставляют обязательно траву-гармалу, которая славится благовонием Ее дым отгоняет зло и все дурное, что накопилось за год в доме На столе вы видите еще чеснок и очень много зелени Все это очень полезно Из других предметов, выставляемых на праздничный дастархан Согласно древней традиции, мы кладем свечу, молоко и часы Часы символизируют ход времени и желают людям долгую жизнь, протекающую в постоянном движении Спасибо вам за такой развернутый ответ Кстати, Истода Ой Турсунова представляет общество таджиков Кыргызстана Так же, как и многие другие таджикистанцы, они обязательно отмечают Навруз у себя дома в Бишкеке Передавая эту традицию своим детям и внукам Навруз принято считать праздником прощения грехов и отпущения обид Именно в дни празднования Навруза власти Таджикистана и Кыргызстана решили сделать реальные шаги навстречу друг другу 21 и 23 марта в Кыргызском Баткении и Таджикской Исфоре состоялись празднования Навруза с участием представителей властей обоих государств Приходят сообщения о некоторых договоренностях по путям решения приграничных споров двух соседей, ставшими в январе причиной перестрелки на границе А вот в самом Кыргызстане праздник Ноу-Рус пышно и торжественно отмечается с начала 90-х годов 21 марта праздник отмечается на государственном уровне, считается нерабочим днем Старожилы помнят, что раньше во времена СССР день весеннего равноденствия отмечали в каждом селе, в кругу семьи А теперь этот поистине народный праздник отмечается во всех регионах Кыргызстана Правда, массовые гуляния и торжественные празднества проводятся больше в крупных городах В этом году на центральной площади Бишкека состоялись торжественные мероприятия Правда, без участия руководителей страны Некоторым жителям это не очень понравилось Кстати, как сообщают журналисты Азаттык, в последнее время в Кыргызстане появилась определенная группа людей Призывающая отменить празднование Навруза как не исламского праздника Но так же, как и в Таджикистане, здесь эта идея широкую поддержку не нашла А это Казахстан И в этой стране у праздника Наурыз своя история В 1926 году этот народный праздник попал под официальный запрет Как вспоминают современные историки, возрождение Навруза на казахской земле Произошло через два года после подавления волнений молодежи во время декабрьских событий 1986 года в Алматы Говорят, это был политический шаг властей для вселения большего оптимизма настроения людей Статус государственного Наурыз в Казахстане приобрел гораздо позже соседних стран В 2001 году А последние шесть лет он официально отмечается с 21 по 23 марта В Казахстане Наурыз называют праздником весны и обновления природы В этот день принято сажать деревья, прибирать в доме, надевать новую одежду Люди прощают старые обиды, желают себе и другим добра и счастья В эти дни было важно получить благословение, бата Это пожелание на путствие старших Народные гуляния и празднества сопровождаются национальными играми Кокпар, Догони девушку, Байга, Качели, Алтыбакан Попади в монету и другие В этот день проводится айтыз, словесное состязание акинов в сопровождении домбры Встречают гостей изобильным угощением, где главным блюдом праздничного стола является наурус коже Он состоит из семи компонентов Наурус коже едят до свято, чтобы весь следующий год был плодоносным Пожалуй, самым первым в этом году свой народ с наступающим наврузом поздравил президент Узбекистана Ислам Каримов 19 марта в Народном парке имени Алишера Наваи состоялся главный праздник страны с участием сотен жителей Ташкента 76-летний глава государства, прибывший на праздник без семьи, был в самом хорошем расположении духа Он поздравлял зрителей и под конец сам станцевал красивый праздничный танец А в древнем городе Самарканд, где официальные празднества прошли 18 марта, местные жители отмечали навруз в кругу семьи В семье Сабухи накануне навруза затеяли традиционные пирожки с травой, бичаки-алафин и халису Блюдо, которое готовится специально в честь наступления весны Новрус широко отмечали и в Туркменистане В этой стране праздник имеет статус государственного И 20-21 марта жители страны отдыхают и ходят друг к другу в гости В этом году, по сообщению коллег из Азатлык, Туркменской службы радио Свобода Под Ашхабадом специально к празднику было построено старинное туркменское село с восточным базаром Традиционными качелями, импровизированными ремесленными мастерскими и выступлением фольклорных коллективов На массовых мероприятиях по старой традиции приняли участие студенты и госслужащие В Таджикистане в эти дни обычно желают благополучия и благоденствия Урожайного года и исполнения заветных желаний Напоследок, просят у Всевышнего обязательно даровать им шанс Встретить следующий Навруз в кругу семьи и любимых Чего и мы вам сегодня желаем Счастливого вам, Навруза! Навруза тон, моборай! Счастливого вам, Навруза!